Здравствуйте! Хотите уменьшить количество сорняка на вашем поле? Тогда это видео для вас! С вами Евгений Медведев, у нас все по чесноку и для чеснока! Сегодня у нас на обзоре культиватор для чеснока КР-4. Данный культиватор позволяет убирать сорняк непосредственно как между рядком, так и в самой строчке. В самой строчке уборка сорняка позволяет делать пулютановые роторы, которые непосредственно работают в самой строчке. И в стадию, когда сорняк еще очень маленький, в стадию нитку так называемая, он этими роторами, проходя сквозь чеснок, который уже вырос, убирает сорняк. То есть его корневая система травмируется и он в стадии нитки очень уязвим. И с помощью этих роторов удаляется полностью сорняк. Роторы непосредственно у нас бывают двух видов. Первый вид это 370, который мы ставим практически вовсюду. И под заказчика, если у него междуряди меньше 45, то мы ставим непосредственно уже 230 роторы, которые позволяют работать более с маленькими междуряди. Пулютановые роторы бывают двух видов. Они отличаются по диаметру, по жесткости. Мы непосредственно делаем два вида роторов. Это на 370 миллиметров и на 240 миллиметров. Вот так вот они выглядят. Отличие у них только в диаметре. Большое ставится, когда междуряди большое. От 40 и более. Потому что если будет строчка меньше, то край растения будет цепляться за пальчики. И из-за этого она будет более травмироваться, лист будет ломаться. Для этого есть более маленькие. Чтобы строчка, когда маленькая идет, растение растет, и она уже получается менее 35. Уже можно работать таким 240 ротором. Вот и все отличие, какое применяется. Но в большинстве случаев берут в основном большие. Маленькие это только, допустим, когда чеснок сажают 35 междуряди. Тогда используют уже такой маленький ротор. Непосредственно вот на этом культиваторе установлены роторы 370. Так как у заказчика ширина в междуряди 45 сантиметров. И ему данные роторы больше всего подходят под его культуру. Культиватор для КР-4 можно использовать не только для выращивания чеснока. Можно использовать для любых других культур. У меня непосредственно такие культиваторы брали, как под капусту, под клубнику брали. Можно использовать под прополки кукурузы, семечки. То есть очень большая сфера деятельности непосредственно этого культиватора. Также одной из услуг, которую мы оказываем, это мы на культиватор можем установить систему подкармливаемых удобрений. Так называемый туки, туковысевающий аппарат. Мы его ставим, здесь вот сделано на 4 рядка. Можем сделать также на 3 рядка. Единственный нюанс будет в том, что крайний выход тука, мы просто ставим пробку, снимаем крышку. И расход у одного бункера будет в два раза меньше, чем у другого. Потому что на одном бункере будет всего лишь в одну трубу сыпаться, а на другом туке в две трубы будут сыпаться. Из-за этого в другой туг, где два семипровода, будет чаще придется засыпать удобрение. Но это никак не сказывается на производительности. Одно из преимуществ данного культиватора является то, что его можно докомплектовывать. То есть, допустим, купить, если у вас сажалка двухрядная, можно поставить, чтобы культивация сходилась с двумя рядками. Потом, если, допустим, у вас трехрядная сажалка, то можно купить трехрядный культиватор или четырехрядный. Соответственно, также четырех. Четырехрядная сажалка, четыре рядка можно заказать. Брус я изначально делаю максимальной длины на четыре рядка под 45, чтобы, если в дальнейшем клиент такая потребность появилась, он отдельно купил уже непосредственно секции, поставил их на стремянки. Минутное дело, условно, можно за два-три часа полностью перекомплектовать и сделать, допустим, из двушки четверку сделать. То есть, это все достаточно легко и просто делается, и для этого специально я изготавливаю это. С трактором агрегатироваться может от 20 лошадиных сил. Единственный нюанс, нужно смотреть, может быть, тут зависит от трактора, какой присутствует. Потому что бывает вроде 20 лошадиных сил, перед трактор очень легкий. И может на разворотах, когда там кочки такие присутствуют, морда может чуть-чуть приподниматься. Значит, нужно наперед к трактору провести противовесы. Такое, как из примеров, допустим, у меня на предприятии, чтобы не перевешивало, от трактора не поднимался перед, две головки повесили. Просто два уголка к переду прикрутили, две головки положили. То-то я видел, каким-нибудь пасынок положат, либо какого-нибудь кирпичи, допустим, наложат. То есть, тут можно из подручных средств утяжелить передок, и уже однозначно подниматься не будет перед. На данной культиваторе мы устанавливаем S-образные стойки, которые позволяют более качественно работать с землей. При работе на скоростях лапка начинает вибрировать, и из-за этого землю разбивает и сделает более рыхлой. Далеко не секрет, что чем верхний слой более рыхлый, мелкие камушки делают такой мульчирующий слой, и из-за этого уже непосредственно влага из земли не уходит. Остается под этой коркой. Непосредственно на этом культиваторе поставлено три S-образные стойки. Две стойки под 105-ю стрелку, и одна стрелка под 150-ю. В комплекте можно поставить и долоти, в зависимости от вас, что вы хотите и как хотите работать. Стойки непосредственно испанского производства. На культиватор можно установить не только три стрелки, а можно установить пять стрелок. И межурядие можно увеличить до 70 см. Здесь вот спереди ставится дополнительный брус, и ставится еще два ряда S-образных стойок. Соответственно, из-за этого увеличивается значительно ширина обработки. Это обычно используется для таких культур, как кукуруза, семечка, потому что у них межурядие уже идет 70 см. Ну, потому что растения очень большие, крупные, с большой массой, и это требуется. Глубина заделки здесь также регулируется. Регулируется с помощью высоты опорного колеса, насколько оно выше, либо ниже опущено по сравнению только к S-образным. Делается это очень легко. Сейчас я вам это покажу, как это можно сделать. Глубину обработки регулируется с помощью опорного колеса. Откручиваются два болта, становятся они более, ну, расслабить их. И здесь у нас есть ограничитель. Не ограничитель, а указатель, на какую глубину обрабатывать. И здесь есть шкала. И на эту шкалу уже, чтобы совместились, и уже будет видно там 5 см, 6, 7, либо 8 см глубина обработки происходит. Но все равно нужно контролировать. То есть после того, как прошла культивация, не поленитесь. Возьмите рукой, раздвиньте земельку, посмотрите, на какую глубину он обрабатывает. Достаточно ли вам, либо, может быть, выглубить ее, чтобы она меньше обрабатывала, либо, наоборот, поглубже обрабатывала. То есть вы сами контролируете глубину заделки. Это ориентировочные цифры, чтобы вам было понятно, на что ориентироваться, на что смотреть. Потому что разная почва по-разному проминается. Колесо может сильнее утопать, где-то, может быть, выше идти. И среднюю глубину обработки нужно контролировать непосредственно. Ну, гараном должен контролировать. Как я уже раньше говорил, здесь у нас стоит два туковых бункера. Можно подкармливать растения. Непосредственно высев идет с помощью такого редуктора. Привод у нее идет от колеса. То есть сколько сделать оборотов и какое будет отношение ведущего и ведомого вала. В зависимости, вот у меня есть такая специальная табличка. В зависимости, какую поставим звездочку, а, либо б, побольше, либо поменьше. И, соответственно, такой будет высев. Либо больше, либо меньше. Регулировку будет здесь сделана от, можно сделать от 65 килограмм на гектар до 200 килограмм на гектар. В зависимости от того, какую норму хотите вести. Непосредственно удобрение выходит из воронки и попадает рядом со строчкой. В зависимости от того, хотите ли вы поближе, чтобы удобрение было, или вы подальше. Здесь может эта площадка перемещаться вправо, либо влево. Буквально одним болтиком отпускаете. И все это регулируется вправо, влево. Достаточно легко и просто. В стандартном исполнении мы делаем трехточечную навеску для белорусов. Она является универсальным, потому что в большинстве предприятий становится, ну, есть белорус. Но если у вас другая техника, там, Т-25, Т-40, или какой-нибудь китайский трактор, заранее нужно измерять диаметры пальцев и об этом говорить. Чтобы потом не было такого, когда приедет культиватор, выставляете палец, а он у вас... Хорошо, что если он лезет. А если не лезет, то придется какие-то уже манипуляции делать, что крайне некомфортно и неудобно, особенно, когда начинаются полевые работы, а вы тут отверстие начинаете рассвеливать. Вот. В комплекте идут пальцы, цепляются на нижние лодыжки и на один центральный винт. Одно из преимуществ секции КМО, которую мы изготавливаем, является то, что мы здесь используем тулку капролоновую на всю длину полностью. Это позволяет достаточно жесткий полирограмм сделать, и секция будет служить долгой верой и правдой. То есть у нее не будет, как у КРНа, со временем разбиваться, и культиватор весь вот так вот, как хочешь, так он и крутится. Он будет достаточно жесткий, потому что здесь идет труба 80 на 40, которая очень жесткая. Сами тут стойки сделаны из 6-миллиметровой стали. Здесь тоже нижние полирограммы сделаны из тоже шестерки. Он сам достаточно мощно, мощно сделан. То есть его согнуть, поле будет очень проблематично, и будет достаточно надежная техника. Сейчас я вам покажу, какую втулку сюда мы вставляем, запрессовываем. Здесь используется внутри не металлическая распорная втулка, а мы не ставим из нержавейки, чтобы в дальнейшем, когда, допустим, зима у него стоит, водичка все равно туда попадет. И если бы стояла металлическая втулка, то она ржавчина покроется, и можно заклинить. И уже прокручиваться начнет, что заметно снизит срок работы. А так как у нас втулка здесь уже идет из нержавейки, и 100% попадая туда воды, никаким образом не скажется на то, что она ржавчина покроется и начнет быстрее нашу втулку. Вот такая втулка идет, 85 миллиметров длиной. Здесь отверстие уже на 20. Используем вот такую втулку уже из нержавейки. Она тоже здесь толстостенная, 2,5 миллиметра в толщину, толщиной самой стенки. Сюда уже непосредственно вставляется на всю длину. Эту втулку мы прессуем, вот такой бинокль мы называем его. Здесь труба уже 80 на 40, стенка тройка. Приваривается такая вот трубочка. И очень жесткая конструкция получается. Вот, и прессуем. Дальше мы проходим разверткой, собираем вот такие программы, которые уже проверены временем, не выкручиваются, не ломаются и служат верой и правдой долгие годы. Также немаловажный фактор, который мы сейчас вот доделали, мы сейчас начали использовать порошковую покраску. Все детали мы красим порошковой покраской. И качество прям сильно возрастает. Порошковая краска уже она менее износостойкая, ее сложнее поцарапать непосредственно, если полимерную использовать. То есть у нее цвет более яркий, к погодным условиям она более хорошо относится, дольше остается, сохраняет металл от ржавчины и, соответственно, деталь будет служить намного дольше из-за этого. Сами стойки непосредственно регулируются. То есть здесь вот спереди, допустим, можно поставить пошире лапку, допустим, на 150 миллиметров. Регулировку можно сделать подальше, поближе сделать. То есть в зависимости от вашего междуряда и какой остается защитная полоса, чтобы не обрабатывалось. Булочку открутили, стойку либо вовнутрь, либо снаружи сделали. И, соответственно, ширина обработки у вас также будет меняться. Хочется также упомянуть о регулировке для полютановых роторов. Мы специально используем роторы на таких трубах. Труба здесь где-то уже 40 на 40 и она непосредственно подпружинена. Ротор, идя по земле, сам регулирует глубину обработки. Он должен обрабатывать буквально полтора-два сантиметра в землю пальчики входить. Если будет больше, то, соответственно, у него уже нагрузка будет на подшипниковый узел более сильно идти. Пальчики будут испытывать лишнюю нагрузку. И, соответственно, могут быстрее строя выходить. Данные роторы не любят каменистую почву. Потому что, когда присутствует камень, камень идет, палец на него втыкается, и он начинает как-то в сторону происходить информация. Когда там раз-два, это один показатель. А когда, допустим, как делать у нас на юге, ближе к горам, там у них прям вообще каменистая почва. Прям едешь, все с землей как щебнем перемешано. Там, возможно, роторы долго ходить не будут. А так вот у нас в прошлом году клиенты брали, по 3-4 раза культивировали. Там 30-40 гектаров роторы вырабатывались. Там какие-то пальцы ломались. Но не без этого расходный материал. И мы стараемся всегда держать в наличии. Поэтому, если что-то такое случается, мы готовы вам их поставить, с легкостью заменить их. Из регулировок, которые здесь присутствуют, сами роторы перемещаются, крестовины. Как вперед можно сместить, так можно сместить назад. И глубину заделки. Также можно непосредственно роторы поднимать кверху, книзу, вправо, влево. Можно крестовины либо вперед ставить, либо назад ставить. Чуть со смещением делать. Тут вариации, короче, как можно сделать, достаточно большое. Поэтому вы включаете фантазию, смотрите, как вам, чтобы меньше забивало, чтобы сорняк хорошо проходил. Регулируйте. Технучка на 19 легко перемещается. Право, вверх, вниз. Минутное дело. Не забывайте только контрагайки, пожалуйста. Потому что бывает от вибрации, все равно это все дело трясется, крепление ослабевает и может выскочить. Также вот мы сюда ставим такой защитный болтик с гаечкой. Это сделано для того, чтобы если вдруг слабину болты дали, вы приподняли, когда прям при переезде, и ротор не выскочил. Потому что основная ценность всей этой конструкции непосредственно вот в этом роторе. Его не будет, уже нужно будет, вы закажете, пока он до вас дойдет, может пройти неделя. При работе в поле, сами знаете, каждый день бывает дорого. Потому что сейчас тут погода есть, а через день либо два ее может не быть. И за эти 3-4 дня сорняк уже может из фазы нитки вылезти чуть ли не на 2-3 пальца, а то может даже на ладошку высоты. И такой уже сорняк уже проблемно будет чем-то убить. Ротор уже такой не возьмут. Потому что он уже укоренился, у него корневая система мощная. Он сам уже такой веселый, окрепший. Он его тормахнет, он может чуть-чуть вроде как бы подрезался, допустим, там на бочок упал. Но пойдет дождик, пойдет солнышко, и он может окрепнуть, и дальше начнет расти. Поэтому за этим нужно смотреть, контролировать и обращать на это внимание, чтобы все оставалось на своих местах, проверять перед началом работы крепления. Прошел, продернул, посмотрел, как это все крепится, ничего ли не открутилось, чтобы лучше заблаговременно подкрутить. Вместимость данного бункера, аппаратка там 45 литров, может чуть больше, может чуть меньше, в зависимости от удобрения, какого присутствует. Все туки сделаны, внутрянка сделана непосредственно, сами шнеки сделаны из пластика, который не ржавеет, и будет работать долго. Единственное, что нужно контролировать, чтобы не забивались 7-ми проводы, потому что бывает иногда, какой-нибудь комок попадет, либо какая-нибудь палочка встанет, начинает забиваться, и соответственно начинает трещать цепь, и бац, и пристал работать. Что-то забилось, если обычно тут ломается верхний кожух, из-за того, что туда шнекам подается удобрение, а выхода у него нету, он набивает, 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 лопается верхний кожух, и потом его нужно будет просто менять. Такие случаи были, поэтому нужно на это внимание обращать и смотреть, чтобы удобрение всегда сыпалось. Сейчас у нас февраль месяц, дорогие мои клиенты, не забывайте, не думайте, что весна еще не скоро, весна очень скоро, все это достаточно быстро приходит, и нужно заблаговременно заботиться о том, что звонить, заказывать, что нам нужно будет культиватор, чтобы к весенним работам, которые начинаются примерно в конце апреля, в начале мая, работа в зависимости от региона, от Воронинской области, и тут до Москвы, примерно в это время начинаются работы. Но, как практика показывает, доставка у нас занимает от 5 до 6 дней, пока мы оплатим, пока составим документы, пока найдем машину, пока эта машина доедет до вас, пока вы разруете, это примерно 4-5 дней железно проходит. Это просто чисто статистика. Когда приходит сезон, всем становится сразу нужно. Мы, бывает, тоже сразу не успеваем сделать 10 машин, требуется запчасти, требуется изготовление непосредственно людской ресурс. Мы можем сроки тогда отодвинуть, потому что элементарно не можем успевать собирать их. Потому что мы стараемся, вот всех красим. Антон, кстати, покажи. Вот мы красим, собираем. Вот этот свой ряд ждет, стоек для покраски ждет. Вот уже крашены, будем скоро собирать. Но, тем не менее, когда сразу закажут 10 клиентов и срок поставить завтра, чтобы собрали одновременно, ну, мы можем просто не успеть. Поэтому очень вас прошу заблаговременно заказывать, дозвонить, делать договора, чтобы мы спокойненько собрали, нашли вам машину, либо заказали транспортную компанию и вам отправили. Хочется в конце видео рассказать о том, каким образом мы грузим данный агрегат и отправляем. Культиваторы мы отправляем полусобранные. Что значит полусобранные? Собираем полностью культиватор, кроме полютановых роторов с тягами. Мы их все снимаем, откручиваем здесь болт, откручиваем пружину. Перед отправкой мы все это дело ставим, проверяем, чтобы все попадало, совпадало все отверстия. Вот. И отдельно скручиваем. Вот таким вот образом. Мы скрутили, положили, и когда приезжает машинка, мы уже их целым пакетом туда ложим, и вы на месте их ставите. Делается намеренно, потому что уменьшается габарит и по транспортировке, чтобы ничего не согнулось, не погнулось, потому что когда начинаем поднимать по ручной работе, всякое может быть. Раз задели, согнули, хорошего мало в этом. Поэтому поставить тут два болта, минутное дело. Транспортабельность единицы сильно увеличивается. Мы непосредственно цепляем, вот у нас есть присоединительные уши, сюда вот грузим в основном манипулятором, потому что культиватор весит четырехрядный, порядка там 400 с хвостиком килограмм, 450, по-моему, если не ошибаюсь. А если взять полностью, порядка 500 килограмм, с роторами, с тягами, со всеми трубами, это вот такой вес у меня присутствует. Для подъема используем вот уши подъемные, это вот здесь две точки крепления идет, вот она, и он там в конце. И здесь по цеху мы перемещаем, используем такой лайфхак маленький. Вставляем трубу, либо круглую, либо пруд, тут не важно, чтобы секции не кривились. Вот прям трубочку берем и сюда на всю длину вставили. В чалке можно часть сюда взять, часть сюда, и он практически равномерно, центр тяжести у меня по центру получается, спокойненько можно поставить, на любое место переместить, будет достаточно удобно. Потом на место поставили, трубу эту вынули, и все, и у вас непосредственно культиватор спокойненько разгрузился. Итог данного видео. Культиватор для чеснока КР-4 предназначен для междурядной обработки пропашных культур, таких как чеснок, морковка, свекла, капуста, клубника, и многие другие, позволяют работать непосредственно как между уритками, так и в самом уритку, что убирает сорня, что позволяет использовать меньше гербицидов, потому что далеко не секрет, когда используешь гербициды, растение также страдает, оно замедляется в росте, и вегетационный период удлиняется, и часть этой химии попадает уже в сам плод, и качество его падает, поэтому использование таких культиваторов уменьшает использование гербицидов, и более калорийки чистый продукт выращивать, и соответственно, чем он здоровее, тем он бодрее, и больше массы может набрать. Если вам понравилось данное видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, а с вами был Евгений Медведев, у нас все по чесноку, и для чеснока. Субтитры сделал DimaTorzok